Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Да. А свою свадьбу забабахаешь, как хочешь. И забабахаю. И еще все умоются. Бандерлоги. С тобой все хорошо? Все в порядке. Я сейчас выйду. Ты мне такой и очень нравишься. Какой? Немножко растерянный. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок А что это ты делаешь? Завтрак для любимого. Вообще-то, утром я пью тонкий кофе. И все? Угу. Но учитывая, что это первое наше утро в качестве мужа и жены, я готов съесть все, что угодно. Я хочу знать о тебе все. Я хочу запомнить каждое мгновенье. Я тоже. Вот как? Ну, значит, женихом не прогадала. А на работу, когда выйдешь? Ты с ума сошла? А как же свадебное путешествие? Сейчас у Глеба напряженка на работе. Поэтому мы решили отложить свадебное путешествие. Ну, может быть, на море. Но это Глебу ведь решать. Ну, это скоро? Минуту я готова. Мы собрались покататься на катере. Ну, все, давай, пока. Целую. Вот список самых перспективных проектов. С моими комментариями. А перспективных по чьему мнению? По моему. То есть вы решили обойтись без помощи экспертов? В отдельных случаях я делал расчеты сам. Отлично. Их результаты более, чем очевидны. А, понятно. Ну, хорошо, я ознакомлюсь с этим, конечно. А потом все-таки пошли экспертом. Ну, хуже не будет. Как скажете? А теперь я хотел бы посмотреть объект. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. А что? Что-то не так? Нет. Просто... Хорошо, поедем. Мне позвонить туда? Нет, звонить не надо. Мы нагрянем сюрпризы. Мы увидим реальную картину. А не красивые отчеты на бумажках. А раньше вы не очень любили выезжать. Это было раньше. Ну что, вперед? Ну, теперь-то, я полагаю, мои шансы вернуть тебя увеличиваются. Александр Ефимович, а вы никогда не слышали о том, что в одну реку два раза войти нельзя? Ну, конечно же, слышал. Вот только убежден, что все-таки можно. Это что? Так. Пустячок. Небольшая благодарность за одну услугу. Ой, или пустячок. А можно поинтересоваться, что за услуга? Ну, конечно же, можно. Ты постарайся убедить Глеба, что он может потерять выгодную сделку, держась за бросовый и замеренный участок. А ты этого сделать не можешь. Ну, ты же знаешь, как он ко мне относится. Я для него воплощение зла. А это не так. Разве это имеет значение? Кстати, ты знаешь, поговаривать, что участок находится в экологически неблагополучной зоне, он может резко потерять в цене. Я постараюсь. Но ничего обещать не могу. Как же я тебе благодарю. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Можно просто, Володя. Скажите, вы можете в среду? Что в среду? Ну, как же. Отвезти мальчика в клинику. Моя сестра его посмотрит и сделает необходимые снимки. Да, конечно, Володя. Вот славно. А... Вам куда? Я могу подвезти? Да, подвезти можно. Прошу вас. Не уходи. Давай спокойно разбежимся без этих твоих спектаклей. Ладно? Я понимаю. Я не могу. Ну, как тебе пицца? Неплохо. Ну, я могла бы приготовить и лучше. Например, пирог с грибами. А у тебя будет такая возможность? Я думаю, может, тебе уволиться. Заняться домом, обои поменять, шторы, дизайнера пригласить. Ну, а тебе не будет жалко? Жалко. Ну, при твоей маме же было все именно так. Да, я не подумал. И потом. Я не хочу быть скучающей домохозяйкой, которая развлекает себя шопингом и спа-салонами. И еще. Когда у женщины появляется много свободного времени, к ней в голову приходят коварные мысли. Что? Да, я не ревнил. Да. То есть ты хочешь сказать, у нас свободный брак? Нет, я этого не говорил. А что ты говорил? Глупый сказал, признаю. Какая пугающая покорность. Почему пугающая-то? Ну, потому что неискреннее. Ну, а с чего ты взяла, что неискреннее? Ты из того типа мужчин, у которых очень много тайн. А женщины это чувствуют. Ну, не надо из меня делать графа Монте-Кристо. Я сейчас принесу. Ну, хватит, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. 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 Анастасия Петровна. Да. У меня к вам есть серьезный разговор. А я что? Я плохо работаю, да? Нет, нет, что вы. А я как раз хочу предложить вам повышение. Повышение? Мне кажется, вы его заслужили упорным трудом. И вполне готовы к следующей ступени. Ну, мне, конечно, очень приятно. Но я думаю, что в нашем отделе есть более опытные сотрудники, которые заслуживают это повышение. Да? Кто, например? Да даже Вика Куприянова. Она трудолюбивая, исполнительная, достойный кандидат. Ну да, ну да. Ну да. Знаешь что? Что? Мне ужасно нравятся эти свидания в отелях. Да? Да. Они заводят. Любят жить плохой девочкой? А скажи, плохих девочек больше любят, чем хороших? Больше хотят. А ты не одна и та же? Скажи мне, пожалуйста, а правда, что у тебя есть участок с не очень хорошей экологией? А кто тебе сказал? Горохов? Нет. Мне сказал Зинкин хахаль. Ну, он просто обмолвился. А у тебя действительно есть такой участок? У меня есть много разных участков. Но не про один из них. С голой женщиной я сейчас разговаривать не хочу. А что ты хочешь с голой женщиной? Угадай. Как у вас в постели? А тебя это так интересует сейчас, да? Я женщина. А женщина очень любопытный. Ну, кто лучше, я или она? Слушай, мне не нравятся эти разговоры. Давай не будем. Хорошо, как скажешь. Ну, а что ты мне предлагаешь? Не спать с ней? Нет, может быть, я предлагаю нам не общаться, пока ты не разведешься. Фух. Вот больше всего я болелся этой хрени. Больше всего. А, наши отношения – это хрень, да? Марина, я тебя очень прошу, ну, не усугубляй! Не усугубляй! Мариночка, остановись. Остановись. Я просто не хочу больше тебе делить ни с кем. Я устала. Первый зам Прохорова Самсонов. Заядлый игрок. Любит ставить по-крупному. Насколько по-крупному? Ну, ставки значительно превышают его зарплату. Вот с фортуной говяк. Как итог долги. Большие. И очень серьезным людям. Сам напросился. Привет. Привет. Устал? Ну, сказать, что устал, как собака, соврать. А если как комнатный шпиц? Так сойдет? Сойдет. Ужин готов. Ну, пахнет, скорее, хорошо, чем плохо. Иди уже, уставший шпиц. Ужин, кто мастер-класс. М счастлив. Ужин. По-моему, ты стараешься быть идеальной. Я? Угу. Шикарный ужин. Поглаженные рубашки. Забота. Внимание. Ну, разве это плохо? Ну, меня это настораживает. Почему? Боюсь, не соответствую с высоким стандартам. Но тебя ведь никто не просит. Понятно. Ты хочешь, чтобы я шел вторым номером? Несравленная Анастасия и посредственный муж Глеб. Который даже цветы купить не может. Ничего. Принесешь в следующий раз два букета. А ты как, я любишь? Розовые и белые розы. Будет сделано. И флакончик духов Бруно Пасторе. Пожалуйста. Я что-то такие. Не знаю. Да. А это те духи, которыми пахнет твой пиджак. По-моему, миленький аромат. Как ужин? А, очень вкусно. Я как раз выбирал тебе духи. Весь пропахами. Я не знал, что выбрать. А теперь знаю. Ты мне на бумажке напиши, чтобы я запомнил. Ты правда мне духи выбирал? Угу. Саша, руки-то я забыл помнить. Иди мой. Ну, что вы? Уставший шпиц. Вы понимаете, что наведение порчи на отношения супругов вещь небезопасная? Меня это не пугает. Значит, вы хотите, чтобы она ему опротивила? Да, хочу. Я хочу, чтобы он от нее избавился. Скажите, сколько я заплачу? Не надо. Я не возьмусь за это. Не можете? Могу. Но не буду. Почему? Поверьте, вам лучше этого не делать. И к другим я советую с этим не обращаться. Это я уже сама решу. Да какой там рост? Свалилась на голову, будто, знаешь, кто это пошептал. Ой, мам, конечно, не поверит, когда скажу, что я в начальнице выбилась. А Глеб твой когда вернется домой? А почему ты спрашиваешь? Ну, как-то не хочешь, чтобы он увидел, как я тут спиртные напитки распиваю. Ой, какие спиртные напитки? Да и потом, ты же моя подруга, ничего страшного. Ну, да? Ну, хорошо. Знаешь, что, я хочу сказать пафосные слова. Говори. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что жизнь такая штука, знаешь, она людей растаскивает. А вы не поддавайтесь. Держитесь друг за дружку. Хорошо? Хорошо. Давай за вас. Скажи мне, пожалуйста, о детях вы еще не думали? Нет. Ну, чего смеешься? Вы подумайте. Хорошо. Кто вы? Что вам нужно? Успокойтесь, я ваш друг. Если вы пришли за деньгами, то я отдам. Соберу и отдам так и передайте. Я все помню. Только не надо пальцы ломать. Я здесь не за этим. А зачем? Чтобы сделать вам выгодное предложение. Очень выгодное предложение. Марин, что ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты немедленно остановил свой шуточный брак. Я не могу еще что сделать? Почему? Потому что у Насты скоро день рождения. Давай подождем. День рождения? Ты слышишь, что ты говоришь? Я все и понимаю, Марин. Да ни черта ты не понимаешь! Ты не знаешь, как я лежу дома одна и представляю тебя с ней. Как мне выйти хочется. Я тоже человек. Марин, ну мы же договаривались с тобой действовать по определенному плану. Так или нет? А если она забеременеет? Если у вас будет ребенок? Не будет. Откуда ты знаешь? Заставишь ее сделать аборт? Слушай, ну зачем сразу рассматривать плохой вариант? Да. Потому что это жизнь. Так бывает. Я просто хочу, чтобы мы оставались людьми. И Настя, между прочим, тоже человек. А может быть, ты просто влюбился и не хочешь разводиться? А может быть, ты просто влюбился и не хочешь разводиться? А может быть, ты-кинь. А может быть, ты просто влюбился? Слушай. Ну-ка, я не хочу. А может быть, ты что-то что-то не хочешь? А. А... А... АП. Поехали. Так. Мне надо со взрослыми поговорить. Так, отец, в коридорочку сам выйдешь? А можно я послушаю? Ну, это не для детских ушей. А я уже и не ребенок. Я все равно буду смущаться. Ты же вон мужчина. А он? А он мой брат. И он уже привык. Давай. А я тебе потом все расскажу. Что, прям ругаться будете? Не исключено. Ну, дела плохие, как я и предполагала. Он инвалидом останется, да? Я возьмусь за операцию. Шанс есть. Но обнадёживать я не буду. Конечно. Мы... А что нам сейчас нужно делать? Сейчас ждать. Пока у него всё окончательно срастётся. А потом мы всё вот это сломаем заново и попробуем собрать как надо. А по деньгам это сколько будет стоить? Ну, давайте пока не будем о деньгах. Пусть он сейчас хорошо питается и продолжает прыгать на своих костылях. Чтоб мышцы не ослабли. И главное, чтобы он ничего себе не сломал. А то я знаю этих кадетов. Моторчик в одном месте. Так что вот так. Извините, что не обрадовала. Я поняла вас. Сейчас мы будем делать всё, что вы скажете. Ну вот. Договорились. Спасибо вам. Будем на связи. Кто она тебе? Просто отруминственная шефер. Ты смотришь на меня такими глазами? Какими? Такими. Ладно, Володь. Я уж поняла. Всё поняла, а ты продолжай шифроваться дальше. Алло, Марина, извини. Я опаздываю. Балки про мурыжие. Но я уже к отелю приезжаю. Самсонов. Слушаю. Да. Игорь Владимирович, в меня стреляли, попали в водителя. Да. Глеб Анатольевич. Андрей в тяжелом состоянии, но жить будет. Врачи обещают. Позвони его жене. Успокой ее. Скажи, что мы подключим лучших специалистов. И пускай не волнуется. Все расходы компания возьмет на себя. Разумеется. Глеб Анатольевич. Владимир Михайлович, сейчас я надежу только на тебя. Я, конечно, понимаю, что официальный власть сейчас начнет там свои пряски. Но я хочу, чтобы ты этим занялся лично. Узнай, кто за этим стоит. Потихонечку, как ты умеешь. Я понял, Глеб Анатольевич. Проверять всех? Всех избранных нет. Глеб! С тобой все в порядке? Ты не ранен? У тебя голова не кружится? Что случилось? Слушай, ну мы сейчас сами выясняем, что произошло. Я думал, что вы, может, перепутали нас кинуть. Ты в порядке? Со мной все в порядке. Успокойся. Я тебя очень люблю. Я тебя тоже очень люблю. Хорошо, я понял. Перезвоню. Водитель пострадал, он нет. Хабарь ждет указаний. Твою мать! Это Настя притягивает неприятности, как магнит. Марин. Остановись. Ну, до того, как она появилась в нашей жизни, ничего здесь подобного не происходило. Где не происходило? В Москве. Слушай, ты сама понимаешь, что ты несешь какую-то чушь? Мистическую чушь. Нужно выкинуть ее из нашей жизни. И как мне это сделать? Развестись. И пусть она живет своей жизнью. Еще нужно проверить, не причастна ли она к этому покушению. Ты с ума-то не сходи. Хлеб, а если бы с тобой что-нибудь случилось? Ну, не дай бог. Она бы осталась единственной наследницей семьи Прохоровых. Молодой, богатой вдовой. Тебе только это и волнует. А, ну, конечно. Я же алчная, меркантильная бабенка. Да? Ты так обо мне думаешь? Ты меня за идиот, это не держи. Если гора не идет к Магомету, Магомет сам пойдет к горе. Так. А этот букет, вы уже другой девушке? Да нет, для той же. Видать, здорово, и перед ней провинились. Есть такое дело. Мне по два таких букета еще ни разу не дарили. Да какие ваши годы, еще подавят. Спасибо. Спасибо. Эта женщина сказала правду? Я сам хотел все рассказать. Когда? Как подаришь мне букет после дня рождения? Чтобы мне его не портить, да? Как это милосердно. Пусть девочка порадуется празднику. Либо в ему браку. Да? А потом в подходящий момент... Я сам хотел вам признаться. Просто не так. Мы с Мариной многого не учли. И совершили глупость. Даже подлость. Мина, я тебя прошу, говори за себя. Я больше не могу это слышать. Настя, Настя. Глеб, я тебя прошу, не нужно все превращать в Санта-Барбару. Поставь все как есть. А остальное сделают юристы. Зачем? Так-то зачем? Я же тебя просил. Ну, как ты хотел. Отрубать хвост по частям. Мина, я тебя прошу, не нужно. Что случилось? Настя, Миненька, ну что такое? Ну что, мы хорошие, а? Ой, моя Мия. Ну все, тише, тише, тише. Держи. Спасибо. Можно я у тебя поживу? Конечно. Живи сколько хочешь. Спасибо. Только ты маме ничего не говори, хорошо? Ну, придумай что-нибудь. Скажи, что у нас ремонт. А ты окончательно уже все решила, да? Что тут решать-то? Тут изначально все без меня было решено. Да. Господи, даже не верится. Ты на Киру зла не держи. Она же хотела как лучше. Я ее не держу. Правда, не держу. Но я не понимаю, неужели ты ничего не замечала? Нет. Влюбленная была. Как дура. Думала, что вытянула счастливый билет в жизни. Виктория! Здрасте, Валдия. Здрасте. А вы, наверное, от Глеба Анатольевича? О, нет. Глеб Анатольевич с вами личными вопросами сам занимается. Я по поводу Гаррика. А что случилось? Не получается с операцией? Да нет, как раз наоборот. Александра Михайловна готова прооперировать его в любое время. Поэтому он попросил морально настроить мальчика. Но мы еще не обсуждали. Не нужно ничего обсуждать. Он имеет право на квоту. Он же сирота. Ему платить ничего не надо. Просто два дня назад были у Александра Михайловны, и она нам ничего не сказала. Я знаю. Просто хотел сообщить об этом вам сам. Так, вот копия вашего свидетельства о расторжении брака. Ознакомьтесь. Все, я теперь свободна? Да, вы теперь опять окунёва, абсолютно самостоятельная гражданка. Вот. Это что? Это компенсация на случай расторжения брака. Должна у вас сказать, очень приличная сумма. Можете себя надолго обеспечить. А хотите, можно вложить в какое-то предприятие акции, например. Это тоже было в завещании Киры Георгиевны? Да, и это тоже была ее воля. Но Глеб Анатольевич настоятельно просит, чтобы вы это приняли. А мне от них ничего не надо. А эти деньги отдайте в детский дом, там они нужнее будут. Ну, тогда вам придется подписать официальный отказ. А откуда вы знали, что я откажусь? А я и не знал. Просто у меня всегда заготовлены два варианта. На всякий непредвиденный случай. Допустим, как этот. Зря вы так, Настя. Не кричитесь. Жизнь-то долгая. Мало ли что. Я погорячилась, когда замуж вышла. Как все прошло? Она все подписала. И отказ от положенной компенсации тоже. Ну, это же неправильно. Так, ладно. Вы куда? Попробую ей все объяснить. Да нет, что вы, не ходите. Поверьте мне, будет хуже. Дайте ей время. Субтитрыfon Субтитры создавал DimaTorzok